Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карты Оракула Полной Луны. Сегодня мы рассмотрим расклад моё будущее с ним, что он чувствует ко мне сейчас. И для этого мы рассмотрим предиагностику, чтобы по первым трём картам приблизительно понять ситуацию, что же всё-таки в ваших отношениях заступорилось, да, и вы выпали при диагностике как бы все сразу. То есть у нас получается, что между вами любовь, эмоции, чувства, и в то же время он молчит, да, то есть у вас молчание, вы не общаетесь. Так, убираем эти карты и смотрим. Так, подождите, сейчас оставляем вас как сигнификатор и будем рассматривать. Так, что у него в голове? Что у него в голове? Почему он молчит? Это очень важно. Может быть, его, например, надо подтолкнуть, да? Так, смотрите. Ну, во-первых, у него в голове, что он хочет с вами серьёзных отношений. Он очень стабилен, он очень хочет серьёзных отношений. Он не просто хочет серьёзных отношений, он хочет и семью, и брак, и всё, что с этим связано. То есть такую прям монолитную башню, да. И ему кажется, что вы хитрые и умные. То есть вы такая маленькая лиса, которая ему как бы немножечко непонятна. То есть он как бы был не готов. Так, смотрим. Что у вас в голове в отношении к нему? Так, у вас в голове, смотрите. В вас в голове, что у него есть жена. Что у вас получается треугольник. И вы думаете, ну за что мне, вот как найду нормального мужчину, за что мне такое наказание, да? Как какие-то ненормальные, так свободные. Как нормальные, обязательно есть семья. Так, смотрим, что у него на сердце. На сердце он пока бездействует, он не знает. Он прям в таком трассе, депрессии, не знает, что ему делать. Смотрим, что у вас на сердце. Вы хотите этих отношений серьёзных, вы хотите брака, вы хотите большой любви, вы хотите одного мужчину на всю жизнь. Так, что у него в действиях? Смотрим, как он будет действовать в действиях. Ну, во-первых, у него большая любовь, и он не знает. Для него это большая тайна, как действовать, чтобы вас не испугнуть, или чтобы вы его не оттолкнули. Так, смотрим, что у вас в действиях. А вы очень такая хитрая, мудрая, одеваете разные маски, по-разному пытаетесь с ним как-то общаться, писать куда-то, да, там что-то как-то каждый день по-разному. Проверяете, проверяете, как он на что среагирует. Где тут самая как бы верёвочка, за которую можно дёрнуть, да? Так, что он от вас скрывает? Он скрывает, что вы для него подарок, подарок судьбы. Он мечтал, он хотел, и он очень хочет, чтобы вы были рядом. То есть он скрывает это от вас, что вы от него скрываете. Вы скрываете, что вы за ним подглядываете, наблюдаете. То есть он об этом не знает. Так, что между вами сейчас? Между вами придётся очень много работать в этих отношениях. Я бы сказала, что вы на самом деле хотите развиваться благодаря ему. То есть может быть каким-то его финансам для того, чтобы строить свою карьеру, да? И, кстати, вы ему нужны тоже благодаря каким-то вашим способностям для, может быть, его работы. То есть, например, зная, что у вас есть какие-то способности, там, или торолога, или эзотерика, да? То есть вы ему можете помочь двигаться туда или туда. Потому что очень многих мужчин привлекают женщины со способностями. И вот как раз между вами вот этот момент стоит. То есть вы друг другу интересны. Интересны, и при этом ещё над этими отношениями придётся очень много работать. Да, вот видите, у него выпадает лестница. То есть он понимает, что он благодаря вам может подняться ещё выше. Он может духовно развиваться. Он может как бы раскрываться. А у вас немножечко к нему какое-то отторжение. То есть вам непонятен мужчина. Может быть, какие-то повадки, поведение непонятное. Вы немножечко отстраняетесь. Но при этом понимаете, что он самый лучший из всего, что у вас в жизни было. И начинаете за ним подглядывать, рассматривать, наблюдать. И всё-таки понимать, это тот мужчина или не тот мужчина. Это ваш крест по жизни или это не ваш крест по жизни. И давайте всё-таки посмотрим будущее. Если будущее, какое будущее с ним. Так, смотрите, у нас здесь выпадает встреча. Встреча, да. И то, что вы всё-таки, как женщина-ведьма, всё это прекрасно и так знаете и видите. Но хотите убедиться как бы по картам. Потому что, может быть, ваши эмоции мешают само себе посмотреть на Таро. Поэтому вы как бы выходите на какой-то канал. Вам с ним будет скучно. То есть, может быть, мужчина будет очень занят своими делами. Да, может быть, ещё что-то. То есть, вы сейчас к нему стремитесь. И вы хотите, может быть, там не африканских страстей. Но хотите встречи. Хотите выйти в какое-то новое общество. В новый социум. Да, потому что он может дать благодаря своему статусу. Но когда вы туда выйдете, вы поймёте, что с ним скучно. Почему скучно? Ну-ка, давайте посмотрим, чтобы так не заканчивать расклад. Ну, во-первых, он очень правильный. Очень правильный. То есть, с ним там похулиганить, не знаю, заняться сексом в самолёте точно не получится. Потому что он прям такой быстрее всего даже религиозный человек. Который такой правильный. И будет стараться вас куда-то направлять. И очень много будет каких-то суеты, переживаний. То есть, он вам не даст того, чтобы его понимание – любовь. То есть, иногда люди мечтают о любви. Но они идеализируют это состояние, начитавшись книг, насмотревшись фильмов. А когда встречается человек, вот вставить этого человека в эти отношения и сыграть ту любовь, которую ты мечтал, практически не получается. Потому что каждый человек – это индивидуум. И у всех представления о любви разные. И вот он так стремится, он так надеется, он считает, что вы удача, подарок жизни. А в результате он вас к себе заберёт и не сможет дать то состояние, которое вы хотите. Он может получит сам это состояние, а вот вы заскучаете в этих отношениях и поймёте, к этому я стремилась. Вот у кого ситуация похожа на этот расклад, заказывайте приватный и мы рассмотрим вашу ситуацию.